Очень хорошая книжка Фукса. Там вообще все старые книжки, довоенные, 60-х, 50-х годов, они написаны очень просто. Я не говорю про то, что они были какие-то такие не очень умные, не такие образованные. Они просто писали так, чтобы человек, студент, все понимал. Сейчас есть тенденция усложнять, цикл крепцы привязать. Коллеги по хобби, приветствую. Сегодняшний материал снят по мотивам книги «Технология спиртового производства», написанная в свое время профессором Фуксом. Первое издание вышло еще в довоенный период. Книги того периода времени отличаются как, с одной стороны, простотой изложения материала, так и его полнотой. В книге достаточно подробно рассмотрены практически все базовые моменты спиртового производства. В данном ролике речь не пойдет о каких-либо нюансах производства. Ролик вводный, здесь будет раскрыта тема сырья, который используется при спиртовом производстве. А уже в каких-то последующих роликах будут раскрыты нюансы в части осахаривания, брожения. Ну и все те моменты, которые мне было интересно зафиксировать в электронном виде из этой книги. Отдельно подчеркну, что ролик снят по мотивам книги, то есть не является изложением буквы в букву. Для себя я вытянул определенные вещи, которые мне интересны, не хочется возвращаться к печатному изданию. И удобно периодически просматривать, обновлять данные путем просмотра на телефоне, на компьютере. Для тех, кого заинтересовал этот материал, настоятельно рекомендую найти эту книгу в сети, скачать и самостоятельно проштудировать. Начинается книга с того, что идет определение, что такое этиловый спирт, как органолептический, так и прописывается формула, из которой он состоит. Как из нее следует, основные составляющие это углерод, водород и кислород. Добывается этиловый спирт путем разложения сложных веществ, содержащих эти элементы. Это называется аналитическим методом, либо искусственным соединением этих элементов, то есть синтетическим путем. Для получения пищевого спирта в основном применяется аналитический метод, а не синтетический. И нас с вами интересует больше аналитический, конечно, для домашних условий, как минимум. Для получения этилового спирта используется сырье, содержащее углеводы. Сами углеводы содержатся как в растительных, так и в животных организмах и состоят, так же, как и спирт, из углерода, кислорода и водорода. Углеводы в природе имеют разную структуру. Важно знать следующее, что дрожжи работают только с моносахаридами. Наиболее яркими их представителями являются глюкоза, фруктоза. А те углеводы, которые имеют сложную структуру для того, чтобы быть сброженными, должны посредством различных воздействий переведены из своего состояния до состояния глюкозы, либо фруктозы. А если говорить так более в общем, до моносахаридов. Структурно углеводы разбиваются на моносахариды, наиболее яркие представители глюкоза, фруктоза. Так же галактоза и моноза существуют, но встречаются редко. Дисахариды, к которым относится сахароза. Это обычный сахар, который мы в магазине покупаем. Мальтоза, это сахар, который мы получаем из солода, из зерновых. Три сахариды, к которым относятся, в частности, рафиноза. И полисахариды, к ним относятся крахмал. Аналитическая формула моносахаридов C6, H12O6. Дисахариды, здесь мы C6 умножаем на 2. H12O6 тоже умножаем на 2, но вычитаем одну частицу воды. То есть H2O на 3 сахаридах, соответственно, мы убираем 2 частицы воды. А полисахариды описываются как C6 и H10O5, умноженные на N. Глюкоза, фруктоза, галактоза и моноза имеют одну эмпирическую формулу, но различаются по строению. Здесь можно на слайде увидеть, как они именно отличаются. Глюкоза содержится в винограде, меде, во многих плодах и ягодах. Это в чистом виде, а также образуется путем расщепления как полисахаридов, так и дисахаридов. Отличительной чертой глюкозы является в том числе, что она очень легко сбраживается практически всеми дрожжами на спирт и углекислоту. Следующий очень часто встречающийся моносахарид – это фруктоза. Встречается она в фруктах, плодах, многих растениях. Аналогично, как и глюкоза, раскладывается из сложных сахаров, может быть, получен. Например, сахарозы – это дисахарид, арфенозы – 3-сахарид. А также при распаде, например, полисахарида и нулина. Ну, и нулин, он, как правило, содержится в зеленой груши. Аналогично, легко сбраживается практически всеми дрожжами. Еще такой момент – глюкоза сбраживается в первую ручь. После того, как закончилась в растворе, в браге, глюкоза, дрожжи уже переключаются на фруктозу. По фруктозе очень интересный еще момент, что она занимает первое место между всеми сахарами по сладости, которую мы воспринимаем. Если обозначить сладость сахарозы, например, равная за 100, ну, сахароза – это обычный сахар, то сладость глюкозы будет равна 53, а вот фруктозы уже 173. Следующий моносахарид галактоза, она, в принципе, встречается в растениях достаточно редко, образуется, как правило, при расщеплении сложных сахаров, там, например, молочного сахара и рафинозы, 3 сахарида. А также при разложении, например, дерева, то есть целлюлозы посредством кислот. Вот галактоза уже сбраживается, дрожжами гораздо труднее, она им поддается, чем глюкоза и фруктоза. Моноза редко встречается в растениях, как и галактоза, в основном образуется при разложении клетчатки при посредстве кислот. К дисахаридам относятся мальтоза, те, кто работают с солодом, точно с ним знакомы, сахароза, я думаю, что большинство из нас начинали именно с нее, с этого дисахарида, то есть сахароза – это тот сахар, который продается в магазине, лактоза, молочный сахар и милибиоза. Мальтоза образуется при действии ферментов солода на крахмал и, как правило, из 100 частей крахмала осахарение в мальтозу переходит в 75-80%, а 20-25% превращается в дегстрины. Интересно было узнать, что при нагревании со слабыми кислотами, получается, что-то типа инвертирования мальтоза, также легко распадается на две молекулы глюкозы. К сожалению, автор не пишет, что такое слабые кислоты и какие именно кислоты. И это немножко напоминает ситуацию, с которой сталкиваются те, кто занимаются реконструкцией напитков. Например, в книгах зачастую автор пишет, что после определенных манипуляций, к примеру, провести две классические дистилляции. Если для автора это было абсолютно понятно для того времени, в частности, что имеется в виду, то вот, когда ты через столетие это читаешь, то что такое, по его мнению, классическая дистилляция, не всегда понятно. Мальтоза легко сбраживается дрожжами, но при условии, что дрожжи содержат непосредственно тот энзим, который может разложить десахарид на моносахариды. И это надо учитывать тем, кто зачастую использует дикие дрожжи. Не факт, что та популяция дрожжей, которая победит, будет содержать именно эту составляющую. Следующий десахарид – это сахароза. Это тот самый сахар, который мы пользуемся, покупаем в магазине, в том числе для чаепития. Сахароза при взаимодействии либо со слабыми кислотами, либо под действием энзима, энвертазы, которые находятся в дрожжах, раскладывается на глюкозу и фруктозу, которые потом сбраживаются дрожжами. Здесь для меня опять же такой вопрос, для чего тогда проводить инвертирование, если дрожжи, которыми мы пользуемся, зачастую содержат именно этот фермент и без всякого инвертирования раскладывают десахарид на моносахариды. Лактоза – это тот десахарид, который содержится в молоке в количестве около 5%. Опять же, при кипячении со слабыми кислотами, либо при действии энзима, может расщепляться, образуя глюкозу и галактозу. Это уже моносахариды. Как правило, обычные дрожжи не содержат этот специфический энзим. И чтобы его разложить, необходимо использовать специальные кефирные дрожжи. Мелебиоза – это тот десахарид, который получается, если сбраживать тресахарид, рафинозу. Энзим разлагает рафинозу с образованием фруктозы и мелебиозы. Но мелебиозу, энзимы верховых спиртовых дрожжей, не в состоянии расщепить. А вот дрожжи нижнего воображения, то есть пивные, как правило, содержат этот энзим. И он может разложить мелебиозу на глюкозу и галактозу. Рафиноза относится к тресахаридам. Она встречается достаточно часто в растениях, но в очень небольших количествах. Другое дело, если мы говорим о патоке, там уже ее доля может достигать 2-3%. Надо учитывать, что обычные дрожжи спиртовые с ней ее не могут разложить. Но если мы делаем слабое кипячение с кислотами, либо под действием энзимов, содержащихся в пивных дрожжах, Рафиноза разлагается с образованием, в том числе, дисахаридами либиозы, которая, в свою очередь, разлагается в конечном результате до глюкозы, фруктозы и галактозы. Получается, что для тех, кто работает с свекольной патокой, надо искать те дрожжи, которые содержат этот энзим, который позволяет разложить рафинозу до моносахаридов. К полисахаридам относятся, помимо крахмала, также инулин, левулин, лихинин, гликоген, а также клетчатка, она же целлюлоза. Начнем с крахмала. Он представляет из себя белый порошок, безвкусный, мягкий на ощупь. Надо учитывать, что крахмал в разном сырье бывает. Он бывает как картофельный, так и, например, рисовый. Если в картофельном крахмал имеет самые большие фракции, то самые маленькие частицы имеют уже рисовый крахмал. В любом случае, надо понимать, какой крахмал что из себя представляет, для того, чтобы оптимально работать с ним. В отличие от милибиозы, крахмал содержится в растениях в значительном количестве. Его доля меняется от растения к растению. Есть таблички, в которых можно посмотреть процентовку, чтобы в том числе подобрать себе сырье, которое даст, например, максимальный выход. При смешивании с горячей водой крахмал образует не раствор, а такой густой сиропообразный малоподвижный клейстер. Температура клейстеризации у разных сортов крахмала не одинаковая. Различие в температурах объясняется тем, что крахмал не представляет собой абсолютно чистого вещества, а, как правило, содержит 2-3% различных примесей. Если крахмальный клейстер оставить в стеклянном стакане при какой-то пониженной температуре на 2-3 часа, то вот этот однородный крахмальный клейстер разделится на 2 части. На прозрачную, которая жидкая и подвижная, ее называют амилозой, не путать с амилазой, и плавающая в ней полутвердую губчатую массу, напоминающую замоченную воде вату, которую называют амилопектином. Превращение обыкновенного крахмала в растворимое это первый шаг к разложению крахмала для того, чтобы осахарить. Это может делаться путем воздействия высоким давлением, либо температурой, либо совокупностью. Но под каждое сырье параметры давления и температуры подбираются индивидуально, исходя из его свойств. Для того, чтобы проверить, насколько качественно осахарилось крахмало содержащее сырье, используется так называемая йодная проба. И здесь необходимо заметить, что в горячих растворах йод не дает окрашивания крахмала. Поэтому, если мы проводим йодную пробу, то это надо делать с холодной пробой. Кроме того, надо помнить, что щелочи уничтожают синюю окраску йода. Поэтому для правильного проведения йодной пробы необходимо это делать в тщательно вымытой посуде. Если мы на крахмал воздействуем с 7% соляной кислотой при комнатной температуре, то примерно в течение 7 суток ежедневного сбалтывания нерастворимый крахмал переходит в растворимый. Это часто используется на заводах, ну по крайней мере использовалось на заводах для проведения различных тестов. При кипячении крахмала со слабой соляной или серной кислотой происходит более глубокое разложение крахмала, то есть его осахаривание. И частичка крахмала распадается, образуя простейший моносахарид к глюкозу. Напомню, что кроме крахмалов к полисахаридам также принадлежат инулин, левулин, лихинин, гликоген и целлюлоза. Инулин встречается в клубнях земляной груши топинамбура, в корнях циркория. Они могут служить сырьем для производства спирта. Помимо производства спирта, также инулин может служить сырьем для получения фруктозы. Левулины, они по своим свойствам стоят к инулину в таком же взаимоотношении, как декстрины относятся к крахмалу. То есть еще и не мальтоза, но уже и не крахмал. Левулина это такая промежуточная ступень распада между инулином и фруктозой. Очень интересно было прочитать про лихинин, то есть про исландский мох, который содержит углевод. Лихинин и поэтому может служить в северных странах, но у нас в северных широтах, за полярным кругом, наверное, материалом для производства спирта. Диастаз солода, то есть ферменты солода, расщепляют лихинин и изохилин полностью с образованием глюкозы. Гликоген чаще встречается в животных организмах, а также в дрожжах, где играет роль запасного питательного материала, источником энергии. Если пользоваться йодом, то гликоген окрашивается в красно-бурый цвет, и это дает возможность обнаружить в дрожжах присутствие гликогена, что свидетельствует, что дрожжи здоровые, упитанные, так как откладывают пищу про запас. Целлюлоза, она же клетчатка, очень распространена в природе. Если ее обрабатывать концентрированной соляной кислотой под высоким давлением, то можно получить кормовой сахар, но он не сбраживается дрожжами. Если дальше провести кипячение серной кислотой, возможно получить сбраживаемую глюкозу. Есть способы для получения этилового спирта путем обработки древесины, и как в свое время пел незабвенный Владимир Семенович, чтобы нам было с 3-4 бутылок, если бы гнали не с опилок. На сегодня это все. Если вас заинтересовал этот материал, настоятельно рекомендую скачать книгу, подробно с ней ознакомиться. Я думаю, вы найдете что-то еще для себя полезное, я сегодня не упомянул. Продолжение следует. Продолжение следует.